Здравствуйте, меня зовут Андрей Василевский, я когнитивно-поведенческий коуч и соавтор методологии когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели, а также один из ведущих одноименного курса. Хочу пригласить вас на этот курс и рассказать о его содержательной стороне. Но сначала хочу ответить на вопрос, который волнует многих, чем коучинг отличается от консультирования и терапии. Возможно, ответ именно на этот вопрос поможет вам понять, интересен ли вам этот вид помогающей деятельности и стоит ли обучаться ему. Итак, в нашем понимании принципиальное отличие между коучингом, консультированием и терапией в том, на чем делается основной фокус. В терапии обычно это фокус на решение проблем, связанных с определенными психическими расстройствами. В консультировании на решение трудностей психологического характера в повседневной жизни, деятельности, общении и т.д. В коучинге же фокус делается на определении достижений клиентам его конкретных целей в профессии, в творчестве, в личной жизни и т.д. при том, что преодоление препятствий психологического характера является важнейшей его составляющей, но не единственной. В когнитивно-поведенческом коучинге эта психологическая составляющая реализуется в виде использования коучинга клиентам научных знаний о мышлении и поведении человека. Эти знания, с одной стороны, помогают клиенту преодолеть препятствия в виде стереотипного мышления, автоматических мыслей, эмоций и поведения. С другой стороны, они помогают клиенту осознать, принять, переосмыслить и более точно сформулировать то, чего он хочет. То, что соответствует его ценностям и то, в чем есть смысл лично для него. Однако, как я сказал ранее, в коучинге есть не менее важные составляющие, ведь для достижения конкретной цели необходимы не только и не столько изменения во внутреннем мире человека, сколько изменения во внешнем мире, в самой ситуации. Именно поэтому значительная часть обучения коучингу направлена на формирование у коуча знаний, умений и навыков в области эвристики и фасилитации. Мы покажем вам на нашем курсе, как создать условия для расширения видения клиента, для запуска творческого мышления, для выхода за рамки своих стереотипов, для того, чтобы найти нетривиальное решение своей задачи юристическим путем. Мы также покажем, как фасилитировать мыслительный процесс клиента, чтобы сессия была максимально эффективной и клиент вышел на план конкретных действий и осуществил первый шаг. На нашем курсе мы представим четкую и достаточно простую систему коучинга, где основную роль играет когнитивно-поведенческий подход. Ведь именно этот подход в коучинге на данный момент является научно обоснованным. Помимо когнитивно-поведенческого подхода в курсе мы широко используем знания из нового направления психологии, которое в мире называется Coaching Psychology, психология коучинга. Задача этого направления – описать с помощью знаний из научной психологии и доказательной психотерапии то, что происходит в коучинге, и дать коучингу научное обоснование. Здесь стоит отметить, что когнитивно-поведенческий коучинг сейчас в авангарде этого направления. Мы приглашаем вас также быть в авангарде и освоить новую профессию, которая очень близка к деятельности психолога и психотерапевта. Но тем не менее принципиально отличается как по виду задач, которые она решает, так и по спектру знаний, умений и навыков специалиста. Будем ждать вас на базовом курсе когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели.